Улыбки и слезы радости, цветы и воздушные шарики. В Волгограде встретили паралимпийских чемпионов, пловцов Андрея Гладкова и Наталью Буткову. Российские спортсмены провели вдали от дома почти три месяца. И вот теперь вернулись в родной город с победой. А без вас бы это вообще невозможно. Тренер, какие-то разные. Поздравления. Благодарю. Каждую именно биографию, ее можно экранизировать, можно писать книги. Это пример именно для тех людей, на которых находятся не в простой жизненной ситуации, проявляют волю, характер и защищают честь нашего региона и страны в составе сборной России. Я хочу сказать, что некоторым видам спорта и спортсменам нужно уметь брать пример именно со спортивной злости и характера. Многократный призер летних паралимпийских игр 2012 года Андрей Гладков привез из Токио золото в командном зачете. Российские пловцы успешно выступили в комбинированной эстафете. Спортсмен признается, напряжение было колоссальным. Это был последний заплыв в Олимпиаде и он был настолько эмоциональный, что сравнимо только, наверное, с 2012 годом. Вроде количество на трибунах людей было очень маленькое, поскольку из-за ковида, но рев стоял и гул нереальный просто. После того, как они доплыли, мы пошли их встречать, обнимались, плакали, поздравляли друг друга, радовались. И, наверное, знаете, сейчас больше радости, потому что я не верил в это до сегодняшнего дня. А для Натальи Будковой паралимпиада в Токио стала дебютным выступлением. Волгоградка завоевала сразу две высокие награды – бронзу на дистанции 150 метров комплексным плаванием и серебро на дистанции 50 метров брасом. Кроме того, время заплыва на 50 метров, минуты 54 секунды, стало новым рекордом России в этой женской дисциплине. Тренер, семья, родные, друзья. Все поддерживали. Давали напутствие, чтобы не было волнения. За бронзу, потому что это была моя первая дистанция 28 августа. Я готовилась в основном эту дистанцию. Слава Богу, что собралась, воевала. Без серебро легче, наверное. Да, ну серебро, да, я готовила результат, но на 150 комплекс было тяжелее. Следующий старый чемпионат мира будет в следующий год. Будем готовиться. Безусловно, самыми преданными болельщиками стали родные и близкие спортсменов. Так за выступлением Андрея с волнением наблюдала жена. Конечно, я очень рада и смотрела их победу. Плакала, радовалась. Сейчас, конечно, я очень рада, что спустя три месяца мы наконец-то встретились и будем вместе. Накануне паралимпийцы встретились с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поздравил спортсменов с победой и вручил государственные награды. Андрей Гладков стал кавалером Ордена Дружбы. А Наталья Ибуткова, президент, вручила медаль Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Ксения Голоскова, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1».